От веселых тем переходим к темам серьезным и даже отчасти грустным, потому что все-таки такой главной и международной новостью и очень серьезной новостью с такими долгосрочными последствиями для России, конечно, была ситуация в Сирии и связана с так называемой ЧВК Вагнера. И вот огромное количество СМИ, огромное количество людей неделю посвятили обсуждению о том, что произошло, потому что до сих пор мы не очень понимаем, что произошло. Есть какие-то факты, наверное, которые невозможно отрицать. Было некое боестолкновение в Сирии. В ходе этого боестолкновения американцы разбомбили и уничтожили колонну неких людей. Никто толком не понимает, кто это такие были. И среди этих людей было какое-то количество граждан России. И совершенно разные были оценки. Сначала говорили про сотни этих людей, причем говорил это в том числе Игорь Стрелков, про которого мы точно знаем, что он поддерживает связи с этими людьми и обладает какой-то информацией. Потом было сказано, что 20 человек погибло. Потом Блумберг, соответственно, заявил, что все-таки 200 человек погибло. Такая есть организация, комьюнити, исследовательская группа, называется CIT. Они очень много, кстати говоря, про это пишут. Всем рекомендую. Вот Руслан Левиев оттуда заявил, что все-таки 200 человек это очевидное преувеличение, но скорее всего там от 30 до 40 погибших было. И мы до сих пор не можем понять, а что там произошло. Сколько людей погибло, сколько граждан России. Но вот сегодня Мария Захарова заявила о том, что в результате удара могло погибнуть 5 россиян. И она до сих пор сомневается, россияне или они. Это очевидное вранье. Но, собственно говоря, госпожа Захарова вообще никогда ни одного слова правды не говорит. Потому что уже сейчас есть документальные подтверждения гибели как минимум 8 человек. То есть есть эти ужасные, эти самые рыдающие жены, эти самые дети, оставшиеся сиротами, похороны и так далее. Как минимум 8 граждан России, которые как бы к ним не относились. Вы можете их считать хорошими, можете считать плохими, можете считать кем угодно. Но так или иначе, какое-то количество граждан России погибло. Мы не знаем, кто там погиб. И зачем они погибли? Потому что те сообщения, которые появляются последние несколько дней, они вообще выглядят чудовищно. Потому что американское командование заявляет, что американцы разбомбили колонну, в которую ехали какие-то люди. И перед тем, что как они разбомбили эту колонну, они запросили у Министерства обороны России сведения, есть ли там российские военнослужащие или квази-военнослужащие. И Министерство обороны им сообщило, что таких нет. Это официальное заявление министра обороны США. Ну то есть, конечно, мы все должны ставить под сомнение. Но это серьезное обвинение. Это обвинение в том, что Министерство обороны просто продало, предало российских граждан. Неважно, военнослужащие или нет, они сказали, там нет российских. После чего-то всех разнесли и убили наших граждан. И мы видим, что американцы, в общем-то, нехотя это признают, потому что, ну, никому не нравится идея, какое-то столкновение, когда американцы и русские убивают друг другу. Это все пресса, естественно, прыгает на это. Третья мировая война, рост эскалации. Этого никто не хочет. Но если вот эти факты подтвердятся, это, конечно, серьезные вопросы к Министерству обороны, которые, ну, просто, неважно, опять же, плохие они или хорошие. Они граждане России. И они сказали, что, пожалуйста, бомбите, наших там нет, хотя знали, что наши там были. Ну и, конечно, совершенно чудовищно выступил господин Песков после первых сообщений, но в том числе довольно обоснованных сообщений о том, что как минимум десятки людей там погибли. У него спросили, нужно ли объявлять какой-то траур, нужно ли делать что-то. И Песков сказал, какой траур, о чем вы говорите? Я не понимаю, что там происходит. И вообще там никаких российских граждан нет, военнослужащих нет. Там нет никого, и здесь не о чем говорить. Ну и повторюсь, в этот же момент публикуется интервью, видеоинтервью. Вы их можете посмотреть, зайдите на знаком с этими самыми женами рыдающими. Какие-то казачьи там десятники, двадцатники и кто угодно, они заявляют о том, что да, вот наши погибли из нашего района, из нашего города, из нашего там, как это называется, казачьего объединения. Факты эти есть, про эти факты все знают. И государственные чиновники, единственные, кто просто отказывается от граждан России и предает граждан России. И вновь мы все обязаны поднять вопрос. А что мы делаем в Сирии? И кто такие те самые граждане России, которые что-то там делают и участвуют в каких-то операциях? И я просто хотел бы обратить внимание, что вот дискуссия такая идет. Ну, есть там ЧВК Вагнера, частная военная компания, как у американцев. И они делают примерно то же самое, что делают американцы. Вот нет, ребята. Давайте установим некоторые четкие факты. Значит, есть некий человек, которого называют Вагнер. Про этого человека известно фамилия, имя. Есть его фотография. Зовут его Дмитрий Уткин. Вот он на кремлевском каком-то приеме, на котором присутствует и Путин. Никакой организации под названием ЧВК Вагнера нет и быть не может. Потому что вот многие очень ошибочно считают. Я вижу даже интервью каких-то клоунов, которые тоже подписываются. Руководитель ЧВК такой-то, частной военной компании. Руководитель ЧВК такой-то. Этого быть не может. Даже закон о частных военных компаниях в России в первом чтении даже еще не рассмотрен. Он где-то вообще непонятно, где лежит. В России есть статья ВУК, номер 359, которая называется «Наемничество». И любые граждане России, которые за деньги, за вознаграждение где-то там воюют, что-то делают с оружием в руках, по этой статье они наемники, они должны быть привлечены к уголовной ответственности. Поэтому, вот вы видите, у нас есть как минимум серая зона, очевидно коррупционная. Какие-то люди, некая организация, которая получает деньги. И откуда и как? Это не может быть юридическим лицом, это не может быть по законам Российской Федерации. Значит, там есть какой-то огромный поток наличных денег или еще чего-то. Мы знаем сейчас, неоднократно Фонтанка об этом писала много расследований, что это самая так называемая ЧВК Вагнера. То есть, некое незаконное вооруженное формирование, занимающееся непонятно чем, но как минимум задействовано в боевых действиях на Донбассе и в Сирии, оно фактически финансируется тем человеком, которого принято называть повар Путина. Господин Пригожин, про которого мы сделали массу расследований, и про которого мы совершенно точно знаем, что он кормится с того, что обкрадывает Министерство обороны. Но может быть он, потому что он получает от них совершенно потрясающего размера контракты, и это картельный сговор. Но посмотрите наше расследование, то есть там документально установленная коррупция. Может быть, часть денег он ворует, а часть отдает на это ЧВК Вагнера. Может быть, это как-то связано в той или иной степени. Но в любом случае, мы видим здесь очень странную и подозрительную связь между вот этим поваром Путиным и людьми, воюющими в Сирии. Мало того, было не так давно заявлено о том, что, вот сейчас я вам прочитаю, Фонтанка писала с 17-го года, что четверть нефти и газа, добытой на отвоеванной для Асада территории, может достаться фирме, связанной с поваром Путиным Евгением Пригожиным. Взамен он должен освобождать вот эти заводы, нефтепрерабатывающие какие-то газовые месторождения и так далее. То есть, получается, как это работает? Есть некие люди, которых финансирует российское государство, потому что, ну, кто платит вот этим несчастным женам какие-то так называемые гробовые и все остальное? Эти люди все тренируются в тренировочных лагерях Министерства обороны под Ростовом. Про это тоже говорят. Говорят, и это казачьи руководители, и прям вот все люди, участники этого всего. То есть, они тренируются на официальной базе Министерства обороны, а потом дальше едут и отвоевывают или захватывают некие газовые месторождения, детские месторождения для Пригожина. А нам это зачем? А мы почему с этим связаны? Российскому государству зачем это все? Почему граждане России должны участвовать в каких-то столкновениях, я не знаю с кем угодно, с американскими, с курдами и так далее. Для чего? Для того, чтобы этот повар Путин и заработал. И последняя статья, которая была в Коммерсанте, мало того, еще одно заявление Министерства обороны показывает вообще какую-то странную вещь. То есть, там фактически заявляется то, что вот эти вот вооруженные группы Вагнера уже даже без соглашения с нашим Министерством обороны пытались, значит, захватить какой-то военный завод, американцы их разбомбили, и это была то ли несогласованность, то ли еще что-то. То есть, какие-то финансируемые фактически деньгами налогоплательщиков группы, ну, де-факто, от имени Российской Федерации, ну, все же знают, что они русские, туда Министерство обороны отправляет, они все, очевидно, прибывают через нашу военную базу, занимаются тем, что решает личные финансовые вопросы этого Пригожина, и выглядит это все, как бы, очень-очень сомнительно, и, конечно, это все должно быть расследовано самым внимательным образом. И еще раз я хочу отметить, что никакой параллели, да, в интервью часто приходится прочитать, ну, у американцев есть частные военные компании, и у нас есть. Значит, частная военная компания, как они существуют во всем мире, не участвуют в боевых действиях. Они заключают официальные контракты, там, с Министерством обороны США, или с другими организациями, которые, на охрану, например, они охраняют, они проводят тренинги, в частности, в Ираке, та самая компания Blackwater, знаменитая частная военная компания, которая постоянно сравнивается с ЧВК Вагнера, они тренировали местную полицию. Как только становятся известны факты их участия в прямых боевых столкновениях, эти случаи расследуются. Вы можете найти, было расследовано 125 конкретных случаев, когда вот эти частные военные компании американские участвовали в непосредственных боевых действиях, потому что они не могут в них участвовать. Вот они что-то охраняли, на них напали. У нас же ситуация совсем другая. Какие-то люди очень странные, они реально введут войну, боевые действия. Как это может быть? Очевидно, что никакая частная военная компания без поддержки регулярной армии не в состоянии воевать, потому что у частной военной компании не может быть авиации, не может быть дронов, не может быть спутниковой фотосъемки, спутниковой связи, не может быть танков, по крайней мере, у российской частной военной компании. То есть это какая-то вот довольно гигантская серая зона, прокладка между Министерством обороны и этим жуликом Пригожиным. И в этой зоне находятся миллиарды реально долларов, как минимум там многие десятки миллиардов рублей, которые эти стороны растаскивают в разные концы. И вновь вопрос, а нам зачем это? Вот правильно я видел только что сообщение в Твиттере, люди гибнут, а кто-то гребет деньги лопатой, люди гибнут. Мы с вами должны будем платить гробовые семьям погибших. Социальное, ну реально это трагедия человеческая. Как бы к ним относиться? Дети-сироты, жены и все остальное. Кроме того, люди будут возвращаться. Не очень понятно, в каком психическом состоянии. Опять же, интервью почитайте с женой погибшего. Вот она пишет, что он служил на Донбассе, а потом приехал, ему стало скучно. Он начал вспоминать про свой автомат. Где же мой милый автомат? И, тоскуя, уехал куда-то в Сирию, где этот автомат ему дали, он закончился у него очень хорошо. Но вот, когда люди тоскуют по автомату, ответ нормальной страны такой. В армию. В армии дают автоматы. Вступаешь в регулярную армию, дадут тебе твой автомат, он будет храниться под номером в оружейной комнате. Ты будешь его получать, когда тебе положено. Ты будешь стрелять, когда тебе положено стрелять, когда ты получил приказ главнокомандующего. Мы же своими руками просто создаем какие-то банды, которые будут потом бродить по России и делать непонятно что. И, ну, то есть, ни к чему хорошему это не приведет. Это обойдется нам в огромное количество денег. И вновь самый главный вопрос. Зачем нам это все? Ну, вот мне пишет Андрей Шпагин. Погибает не народ, а поехавший в отники Путина. Ну, вы можете как угодно к ним относиться. Кто-то считает их героями, а кто-то считает их совсем не героями. Ну, очевидно, люди поехали зарабатывать деньги. Но они все равно граждане России, они живут с вами в соседнем доме. Поехавшие ватники, не поехавшие ватники, они все равно здесь живут. И вы будете, как бы вы к ним относились, оплачивать их расходы. И это, ну, как бы глупая идея радоваться тому, что их поубивали. Вот там, типа, 400 запутинцев разбомбили американцев. Это глупая абсолютно позиция. Потому что это граждане России. У них здесь семьи остались. У них здесь знакомые остались. Кто-то погиб, кто-то вернется сюда. И непонятно, что у них будет проходить в голове. Это наша общая проблема. И, конечно, к этой проблеме мы должны относиться, понятно как. Мы должны требовать все, чтобы эта лживая власть, этот омерзительный Путин, который несколько раз уже заявил о том, что мы вывели с территории Сирии наземные войска, объяснили нам, что происходит. Если вы вывели, кого там убили? Чьи жены здесь рыдают в Свердловской области? Пусть тогда вот это они ответят. Владислав Лозинский. В прекрасной России будущего не будет ли глушить интернет от Илона Маска? Пусть Илон Маск сначала проведет свой интернет. Он так сказал. Это все красиво. Посмотрим. Ну, то есть, заканчивая тему Сирии, главное, что нам нужно... Я предлагаю просто всех, призывая, не концентрироваться на личностях вот этих людей, ватники они или не ватники, а просто говорить о том, что мы, государство, общество, сообщество, кто угодно, мы должны получить ответ на вопрос, почему люди с такими же паспортами, как у нас, где-то гибнут, за что они гибнут, и почему какие-то есть непонятные финансовые потоки в связи с этих гибелью.